Приветствую вас на канале Спокойной Аналитики, с вами Борис Тизенгаузен. Итак, сегодня у нас крайне интересная тема. Лукашенко, его внезапная смена поведения. Теперь ему Украина ничем не угрожает, он отводит войска, все нормально, хотя до этого целый месяц он усиленно нагнетал обстановку. Чего только стоит вспомнить слова главы КГБ Беларуси Тертеля, что он собирался бить по больницам, где якобы находятся военнослужащие, называл адреса, это киевские больницы. После этого Лукашенко внезапно проверку боевой готовности проводил, рассказывал, как из Украины летел беспилотник с взрывчаткой, продиверсионные группы. Ну, в общем, тут уже к войне готовился на границе, и тут внезапно приехал на границу и сказал, все, напряжение спало, отводим войска. Как связано несколько событий, и то, что третий раз российские шахеды проникли, залетели на территорию Беларуси, один из них, я напомню, чуть ли до Минска не долетел. Как связаны все эти события, сигнал Лукашенко из Китая, и вообще, что от этого хитрого таракана ожидать в ближайшее время. Об этом поговорим сегодня. Итак, сегодня ночью, 16 июля, дрон Камикадзе типа Шахет в третий раз за последнее время зашел в воздушное пространство Беларуси. Он залетел там в районе деревни Белая Сорока, около 50 минут летал над территорию Беларуси, пролетел не менее 60 километров, и вышел снова через границу, полетел в Украину. Я не верю, что за последнюю неделю три раза шахеды прилетали случайно в Беларусь, то есть до этого запускали и несколько десятков, и 80 было, и 60 было, по-разному. Ни один из них на территорию Беларуси не попадал. И мало того, россияне в последнее время модернизировали шахеды, теперь у них есть возможность корректировать курс, ну, по факту в полете. Так вот, почему же злобный, вот этот злобный, хитрый клубень свернул ИПСО, которую раскручивали все его генералы в последнее время? А я напомню вообще вот хронологию событий, как вот изнутри оно совершенно иначе выглядело, я тут сделал подборку и взгляда изнутри Беларуси, как это было. Итак, в течение последних четырех недель власти Беларуси, естественно, по приказу Лукашенко нагнетали обстановку, но вечером 13-го Лукашенко посетил вот этот 56-й зенитно-ракетный полк в Лунинце и объявил о ликвидации напряженности. Как нагнеталась ситуация? Значит, 20 июня Беларусь обвинила Украину бездоказательно, абсолютно, это, ну, чуть меньше месяца назад было, о том, что граница с Беларусью, тут концентрируется вооруженные силы Украины с тяжелой техникой, со всех утюгов там вещали генералы Лукашенковские. Мы-то с вами понимаем, что у нас сейчас обстановка непростая на фронте, еще концентрировать технику там, где Лукашенко со своей армией сидит, хотя я напомню, у него суммарно армия лукашенковская 50 тысяч человек, из них именно вот боеспособных подразделений около 15 тысяч. Нам для чего концентрировать? Мы снова, Лукашенко, чтобы в мемы попал, я вам сейчас покажу, откуда готовилось нападение, нет. То есть, смысла Украине это делать, забирать еще и дополнительные ресурсы, что-то там концентрировать, чтобы Лукашенко стало страшно, нет. Ему и так станет страшно, чуть попозже. Так вот, обвинили, причем звучали даже такие абсолютно, ну, какие-то странные версии, конспирологические, что РДК или Легион, Свободная Россия, там где-то по посадкам прячется и готовится напасть на Лукашенко. Ну, в общем, полный бред. Кстати, пользуясь случаем, передаю привет и знакомым из Легиона, и из РДК, и знаю, что некоторые из вас смотрят, поэтому большой вам привет и от меня, и от наших зрителей. На следующий день, после того, как генералы обвинили в концентрации сил, Минобороны проводят внезапную проверку боевой готовности на территории Брестской и Гомельской областей. Ну, понятно, к южным рубежам перебросили ССО, силы специальных операций, ракетные войска и артиллерию. То есть, прям по-взрослому Лукашенко решил напугать всех. Вот, несколько недель пугали белорусов угрозой со стороны Украины. Пограничники рассказывали белорусские о перехвате разведдрона, вот того самого, об обнаружении хранилища с взрывчаткой, тоже там на белорусском ТВ. Ну, как всегда, это нечто среднее между Болливудом и... Хотя нет, Болливуд сейчас такие шедевры снимает. Ну, в общем, Лукашенко фильм представляет. Обнаружен схрон с взрывчаткой, якобы диверсанты собирались проникнуть и что-то там взорвать. Не знаю, что. Может, пятую точку Лукашенко. Ну, не факт. То есть, вот они рассказывали, рассказывали, говорили, помните, обстановка достаточно сложная. Дальше включается Москва в этот разгон. 1 июня заявляет представитель Кремля, что действия вооруженных сил являются общей проблемой Минска и Москвы. Вот тогда все подумали. Ну, то есть, какой-то вот серьезной перегруппировки войск не происходит. Россияне туда свои войска не перебрасывают, технику не перебрасывают. То есть, какой-то наводится театральный кипиш такой. И Москва подключается, включается в эту риторику. И, в общем-то, цель понятна. Создать иллюзию, что Лукашенко там что-то готовит под предлогом. Сейчас россияне, если бы еще перебросили туда часть войск, все бы думали, что может повториться сценарий, когда они там, значит, под видом учения или еще чего-то снова могут заходить с севера. Так вот, на фоне всего этого еще и заявляет Лукашенко, что Украина через Беларусь запускает беспилотники с взрывчаткой. То есть, он намекал на то, что мы, срезая угол, так сказать, пускаем наши беспилотники в сторону российских нефтебаз и различных всяких других гнусных объектов. И тогда Лукашенко сказал, никаких красных линий, удар всеми видами вооружения. Ну, страшно, конечно. Так вот, Киев, то есть, мы с вами, как мы, киевский режим, мы тогда всерьез начали обсуждать, а что Клубин задумал, что оно там вот придумало с Путиным. И тогда Центр борьбы с дезинформацией заявляет, что цель вот этой компании гибридной убедить Киев в том, что действительно готовится удар и отвлечь украинские силы с других участков фронта. Ну, понятно, Лукашенко, конечно, хитер, но здесь нашлись хитрее. И Буданов, кстати, тогда сказал, что с севера теоретически возможны удары, но на пресс-конференции Зеленский расшифровал немножко, он сказал, я позвонил генералу Буданову, и генерал Буданов сказал, что его не совсем правильно поняли. Теоретически нападение возможно, пока война не закончена с севера, но абсолютно логично, тем более такую крысу, как белорусский диктатор, предателя, флюгера, это нужно еще поискать, прям очень постараться. И вот на фоне этого нагнетания обстановки, на фоне накала ситуации, вот там сейчас происходит путешествие вот этого шахеда в сторону Минска, то есть с начала 22 июня ракеты Россия запустила, они тоже срезали вот так через территорию Беларуси, и я еще тогда помню воздушная тревога, смотрю и пишут, что с севера летят, я думаю, а это еще откуда, что раскатали Лукашенко снова что ли, я просто напомню, что после полномасштабного вторжения, какое-то время Россия запускала прямо из воздушного пространства Беларуси, поднимала самолеты и свои ракеты запускала прямо по нам, и это конечно была большая проблема, потому что представьте себе, Беларусь, вот она рядышком, граница у нас огромная, откуда там значит влетит-прилетит сказать сложно, но судя по всему Лукашенко послали сигнал, еще раз что-то оттуда прилетит или кто-то оттуда заявится, разнесем все, что в зоне досягаемости того оружия, которое теперь есть у Украины, а это значит практически вся территория Беларуси. И Лукашенко он кстати не скрывал, он говорил, а зачем мне туда, да мне туда не нужно, вот они как ударят, а у меня тут мочулище, НПЗ и все остальное, Мозырский, НПЗ, ну короче разнесут все, он это понимает, поэтому отказал Путину, я думаю, что это одно из ключевых требований, Путину было бы гораздо проще, просто-напросто с территории Беларуси, он бы всю Украину в момент мог практически обстреливать, вот, но Лукашенко отказал ему в этом, а россияне решили, я думаю, что наверное где-то даже без спроса пустить над воздушным пространством Беларуси. Почему, наверное, без спроса или сказали, мы тут сами решим, потому что Лукашенко понимает, что ракеты могут быть сбиты над его территорией, могут упасть, ну это же абсолютно, летят на нас ракеты, нам пофиг над чьей территории они летят, мы их будем стараться сбить заранее, Поэтому, конечно, это не сильно порадовало Лукашенко, я думаю, что он свое фе выразил, хотя, ну мы же с вами понимаем вассальность его позиции, и 5 и 11 июля дроны Камикадзе летели над территорией Беларуси, тоже там срезали. Так вот, в ночь на 13 июля, вот тот самый Шахет летел, точнее он атаковал, запущен был из Приморска-Ахтарска, пролетел над всей Украиной и улетел в Беларусь. Причем, значит, смотрите, пролетел он, Гомель, Жлобин, вошел в Могилевскую область и затем в Минскую область, максимально приблизившись к Минску. Если мы учтем вот то, о чем я уже говорил, что это модернизированные Шахеды, которым можно в полете менять курс, то значит, а он менял курс, этот Шахед, он не летел прямо, это значит, что это показательные выступления были. Что там рядом с Минском с ним случилось, кто его сбил, непонятно, то есть там подняли по тревоге на перехват Ми-24 и Су-30 и, в общем-то, суммарно он пролетел над территорией Беларуси более 350 километров. И вот теперь давайте складывать это все в, раскладывать, точнее, в одну цепочку. Так вот, Лукашенко, точнее так, начнем чуть-чуть раньше. Лукашенко задолбал Евросоюз и в первую очередь Польшу и Литву своими атаками мигрантов. Ну, в большей степени Польшу, потому что им нужно в ту сторону и они, значит, атакуют заборы, границу польскую. Терпели это до определенного момента, пока один из мигрантов не ударил ножом, примотанным к палке, как копье, не ударил там на границе солдата и солдат этот потом скончался. В Польше, естественно, сразу же оппозиция, давай критиковать власти, вы вообще абсолютно беззубы, вы не можете справиться с наплывом мигрантов. Ну, в общем, любая... Я помню, когда два белорусских вертолета пересекли границу, это было вообще основным ударом оппозиции по действующей правящей партии тогда. И говорили, что раз так, вы нас вообще не можете защитить. Ну, в общем, то есть Лукашенко всегда умел напакостить. В данном случае никто уже терпеть не стал и в Польше фактически объявляет ультиматум через Китай Лукашенко. Еще раз, и вообще прекращай свои вот эти мигрантские игрища, иначе транзит будет заблокирован в сторону Европы. А тут уже напрямую интересы Китая. И Польша начинает очень тщательно и очень медленно на одном из пропускных пунктов досматривать грузы, которые идут с Беларуси. Из Беларуси. И это существенно пугает Лукашенко, потому что из Китая ему прилетает. Ты там с Путиным играй во что хочешь, но интересы Китая, в том числе торговые, логистические, экономические, трогать не нужно. А мы видим, к нам уже приехала польская делегация, господин Дуда приехал, и господин Сикорский напрямую сказал, что мы заблокируем. Поэтому ты свои игрища заканчивай и своих мигрантов сворачивай и отправляй их обратно в Палестину, потому что из Палестины много прибыло мигрантов в последнее время, это как местные телеграм-каналы сообщают. И тогда у Лукашенко возникла очень неприятная ситуация. С одной стороны Путин, давай-давай, побольше мигрантов, давай. С другой стороны Си Цзиньпин. По большому счету это такая, значит, Лукашенко в вассальной позиции у Путина, Путин, ну, тоже в вассальной позиции у Си Цзиньпина. Но Лукашенко не знает, какому хозяину, как правильно, как лучше поклониться, поэтому он делает свой излюбленный ход, цирковой номер, сыграть дурика. Когда ему нужно сыграть дурика, он делает следующее. Он, например, может поехать на границу с Литвой, но взять с собой шпица своего. То есть, чтобы это выглядело больше комично, а не страшно. Как он там угрожает всем, как ему докладывают, как захватят Польшу быстро. Так вот, ультиматум получил и Лукашенко, естественно, ну, во-первых, настоящие денежки, прям кэшик, режим Лукашенко зарабатывает на контрабанде. А если очень тщательно досматривать, а еще и если не пускать грузы, о какой контрабанде может идти речь? Правда? Так вот, Лукашенко перепугался и начинает, местные телеграм-каналы сообщают, что за последнее время сильно начинает иссякать поток мигрантов, которые штурмуют границу с Польшей. А это не устраивает другого, другого, как это, хозяина Лукашенко, если хотите. Ну, может, не хозяина, это грубо выразился. Ну, кстати, напишите, кто они друг другу являются в комментариях. И Путин говорит, ну, есть же договоренности. Путин же что в последнее время не любит? Чтобы его надували, понимаете? И тут снова меня надули. И кто? Ладно бы Китай, ладно бы там Америка эта проклятущая. Но, Лукашенко, ты вообще в своем уме? И вот здесь начинается, мне кажется, вот тут начинается цепочка этих шахедов. Тут начинается история про поездку Лукашенко на южную границу. Значит, Лукашенко туда, на южную границу, приехал в выходной день и без прессы, и очень как-то так быстренько. И приехал он в тот же день, когда летал этот шахед, к Винску прилетел. То есть, я думаю, что вот этот шахед, который летел-летел долго упорно к Минску, это был большой привет Лукашенко, что если ты вдруг еще раз отменишь договоренность, как с мигрантами, то кто его знает, это иранские гирани, шахеды, как их там назвать, кто его знает, куда он в следующий раз залетит, понимаете? И Лукашенко, конечно же, накручивая вот эту, он же сам тут обвинял Украину, что мы дроны с взрывчаткой пускаем, то есть упадет такой шахед, и он может вызвать уже там реакцию, которую сложно будет контролировать, смотря куда еще упадет. А если он упадет, и все разберут его и посмотрят действительно, что это шахед, тогда очень много вопросов. Как это он 350 километров к столице прилетел? Я думаю, что следующий привет будет Лукашенко, то есть будут они летать по маршруту его резиденций, и известных, и неизвестных. То есть будут показывать, мы знаем, где ты живешь, мы знаем, как ты живешь. Поэтому вот передали Лукашенко привет. Но Лукашенко же не идиот, он монстр, злодей, хитрый, лис, но не идиот. Поэтому Лукашенко, значит, с фразой «манал я это все» едет на южную границу и разряжает обстановку с Украиной. В пику Путину. То есть Лукашенко показал в данном случае, что, ну, я тоже могу немножечко поиграть в эту игру. Что он пытается показать, что он не полностью зависим. И в данном случае он приехал сразу же. Лукашенко обвинили зет-патриоты и всякие зет-блогеры в том, что он гад, гнида и предатель. Почему? Потому что, сказав, что мы отводим войска и вообще ничего никому не угрожает, он тем самым, по их мнению, высвободил часть войск вооруженных сил Украины. И они могут там где-то на другом участке быть задействованы. Мы же прекрасно понимаем, что там и без нас все посчитали, заминировали, забетонировали, все как положено. Ну, в общем, не очень приятная ситуация для Лукашенко. 200% еще шахеды несколько раз полетят туда, если он не будет соглашаться. Либо ракеты пускать над своей территорией, российские. Ну, не он пускать, Россия пускает через территорию Беларуси. Тогда ему скажут, ну, смотри, всякое, вот они как летают, никто же не может понять. И в Польшу иногда залетают, и к тебе прилетят в твою секретную или не очень резиденцию. Посмотрим на развитие событий. Свой вариант, так это или не так, напишите в комментариях, может у вас есть своя версия. И сегодня хочу вам сказать одну важную штуку. Я знаю, что меня много смотрят на оккупированных территориях, особенно в Крыму. Я сам из Крыма. И есть такой инструмент у ГУР, у нашего главного управления разведки, через который те люди, которые, ну, вынужденно оказались на оккупированных территориях, через этот инструмент можно быть полезным для своей страны. Если, конечно, действовать аккуратно. Что я вам сегодня рекомендую? Я вам сегодня порекомендую подписаться на официальный канал ГУР в Телеграм. Так он и звучит. Головное управление разведки, Минобороны. Там еще синяя галочка, вы не ошибетесь. И под каждым практически постом у ГУР есть ссылка на Телеграм-бот. Так вот, этот Телеграм-бот, он создан для того, чтобы принимать информацию о врагах. То есть расположение, какие-то данные про коллаборантов, предателей. В общем, вся информация, которая может быть полезна и использована во благо Украины, ГУР эту информацию принимает и обрабатывает. И делать это нужно крайне аккуратно, особенно если вы на оккупированных территориях находитесь. Там есть инструкция. Поэтому заходите на Телеграм-канал ГУР, подписывайтесь. И внизу под каждым постом, там есть ссылки Facebook, и там написано Телеграм-бот с ссылочкой. На него можно перейти. Потому что мне несколько раз писали, вот Борис, есть информация, куда кому передать. Вот туда все можно передать. И, кстати, огромная благодарность тем, кто делает это и помогает Украине и украинским воинам. И на этот канал подпишитесь, если вы здесь впервые. Берегите себя, берегите своих близких. Спокойного нам всем дня и, конечно же, слава Украине. Субтитры создавал DimaTorzok